Тезисы директора по особым поручениям Рособоронэкспорта Сергея Гориславского на конференции ВАКШ 5 марта 2019 года BMPD.livejournal.com Тезисы директора по особым поручениям Рособоронэкспорта Сергея Гориславского на конференции ВАКШ 2 марта 2019 года в Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях На конференции также выступил директор по особым поручениям Рособоронэкспорт Сергей Степанович Гориславский с докладом торговля вооружениями как инструмент политического влияния на международной арене Предлагаем ознакомиться с тезисами выступления Директор по особым поручениям Рособоронэкспорт Сергей Гориславский и директор Центра Аструслан Пухов Военной Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами как одна из важнейших сфер государственной деятельности обладает уникальной особенностью а именно универсализмом воздействия на внешнюю среду является одновременно инструментом продвижения внешнеполитических, военно-политических, экономических и коммерческих интересов страны Кроме того, ВТС с иностранными государствами и торговля вооружениями как важнейшая его составляющая имеет важное, а зачастую критически важное значение для поддержания и развития технологического потенциала государства осуществляющего ВТС Более того, в последнее время возрастает такая еще недавно казалось бы второстепенная сторона этой области как создание репутационного капитала государства и его национальной экономики В этой связи несколько неожиданным следствием успешного осуществления военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является также наращивание потенциала мягкой силы государства Нетрудно заметить, что российские успехи последних лет на мировом рынке вооружений вносят весомый вклад в укрепление ее образа как развитой в экономическом, технологическом и промышленном отношении независимой во внешней политике и сильной в военном плане державы Создание позитивного имиджа России повышает ее аттрактивность для потенциальных партнеров по ВТС и, следовательно, конкурентноспособность российской продукции и военного назначения на мировом рынке вооружений и военной техники Таким образом, конкурентноспособность государства в области ВТС и ее имидж находится в диалектической взаимосвязи Что касается США и мирового рынка вооружений, то в продвижении своей продукции военного назначения США всемерно используют любые рычаги и средств включая прямое политическое и экономическое давление как на покупателей, так и на экспортеров, рассматриваемых в качестве конкурентов Если у импортеров возникает желание приобретения ВВТ неамериканского производства, прежде всего российского, то на них может быть оказано и прямое давление Именно в таком ключе было выдержано, например, заявление министра обороны США Д.Рамсфельда еще в 2005 году Приведу лишь небольшую цитату Не могу представить себе, зачем Венесуэле нужны 100 тысяч автоматов АК-47, которые она собирается закупить у России Я надеюсь, что Венесуэла не купит эти автоматы Не могу даже предположить, в чем могла бы быть польза от этой покупки Поняв, что ВТС России и Венесуэлы не зависят от беспокойства Вашингтона, в октябре 2006 год США прямо заявили о возобновлении оказания военной помощи ряду стран Латинской Америки, за исключением Венесуэлы События сегодняшнего дня вокруг Венесуэлы показывают, во-первых, что США, как мы видим, уже давно вынашивали планы и реализовывают их поэтапно По оказанию прямого, вплоть до силового, давления, на легитимный, но неугодный им режим Чависа-Мадуро и, во-вторых, совершенно очевидно, что своевременно поставленный в Венесуэлу широкий спектр российского вооружения и военной техники служит серьезным сдерживающим фактором для внешних угроз, обеспечивая высокий уровень обороноспособности суверенного государства Таким образом, поскольку торговля вооружениями является инструментом долгосрочного влияния, то наши конкуренты, и прежде всего США, открыто используют макеавеллийский принцип «цель оправдывает средства» Наиболее ярким и неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США являются так называемые американские санкции, носящие исключительно односторонний, экстерриториальный и противозаконный с точки зрения международного права характер Это форменный политический и экономический бандитизм на международной арене Упомянутые выше результаты ВТС РФ, достигнутые в условиях нарастающего санкционного давления, стали возможными благодаря высокому профессиональному уровню и огромным усилиям всех сотрудников во всех организациях, вовлеченных в процесс ВТС и, конечно, эффективной государственной поддержки Трудно переоценить здесь роль Министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства иностранных дел России и, конечно, высшего руководства страны В целом, подводя итог, следует сказать, что российская сторона главную задачу торговли вооружениями в современных условиях видит, как ни парадоксально это звучит, в сохранении мира и стабильности в конкретной стране, в регионе и в мире в целом Такое видение вырастает из понимания необходимости создания, поддержания паритета силы Когда существует силовой, военный паритет, то конфликтные ситуации скорее разрешаются дипломатическим и политическим путем Хотя, конечно, нельзя питать иллюзией относительно того, что даже если существует реальный паритет, то это может стать определяющим фактором предотвращения локального вооруженного конфликта Право на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе